В свои 14 лет Александр Циммерман добился больших успехов в музыке. В музыкальную школу поступил по классу фортепиано. На четвертом году обучения освоил еще и один из самых знаменитых духовых инструментов – саксофон. А уже к пятому классу покорял сцены на разных самарских конкурсах. Парень признается – он многопрофильный музыкант. И одним исполнительством не ограничился – он еще и поет. Сейчас, когда 8 классов музыкальной школы позади, планируют поступить в музыкальное училище на кафедру хорового дирижирования, чтобы в будущем управлять собственным оркестром. За особые достижения в сфере культуры Александру достоился стипендии городского округа Самара. Талантливые дети, их нужно продвигать, помогать им как-то выйти в верхушки. А если с министерства, с департаментов помогать таким вот талантливым действительно детям, то мир станет лучше, я считаю. Одаренных юношей и девушек в Самаре ценят и всячески поддерживают, в том числе и материально. Заявки на стипендию, которую предоставляют на конкурсной основе, подают учебные учреждения. Специальная комиссия выбирает 50 ребят – самых успешных молодых музыкантов и спортсменов. По 25 представителей от каждой из сфер. Все они становятся лауреатами стипендии городского округа Самара. Средства на ее выплату предоставляются по программам развития культуры городского округа Самара и развития физической культуры и спорта в городском округе Самара. По традиции победителей поздравляет глава города. Конечно, это гордость, это радость о том, что на нашей Самарской земле живут такие звездочки, такие замечательные, целеустребленные ребята, которые совершенно точно будут представлять наш город, которые будут развиваться в науке, в спорте, чьи имена мы совершенно точно еще услышим на мировых сценах. Стипендиатов профильные вузы города с радостью принимают в ряды студентов и способствуют их дальнейшему творческому и спортивному развитию. Предоставляют все необходимые для этого условия. Чрезвычайно важно дать старт и получить эту поддержку в юном возрасте. Ребята, которые получили стипендии городского округа Самара, все-таки действительно любят по-настоящему наш город. И я очень надеюсь на то, что они свою дальнейшую судьбу профессиональную свяжут именно с работой и учебой в нашем городе. Это будущий потенциал нашего региона. Соответственно, наш факультет непременно ждет таких спортсменов, которым будет предоставлена возможность для тренировочного процесса и для учебы в нашем университете на факультете физической культуры и спорта. Традиция честовать молодые дарования Самары зародилась 10 лет назад, в 2012 году. С тех пор стипендию городского округа получили 506 ребят. Общая сумма выплат составила более 30 миллионов рублей. Эта особая награда была учреждена Дмитрием Мазаровым, когда он был главой города. Продолжая добрую традицию, указом главы Елены Лапушкиной размер премии для талантливой молодежи в этом году увеличили. Сейчас она составляет 7,5 тысяч рублей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.